В новый учебный год с новыми силами в администрации прошло заседание педагогов школ и работников учреждений дошкольного образования. В храмах Сарова прошли молебны перед началом нового учебного года. Спорт как искусство. Секция исторического фехтования проводит набор на новый учебный год. Одной из самых приятных новостей для собравшихся педагогов стал долгожданный разговор о том, что 10-й школа к 1 сентября 2019 года будет готова вновь принимать своих учеников. С началом нового учебного года собравшихся поздравил глава города Александр Тихонов. В Сарове создано трудами наших предшественников и вашим трудом, конечно, многоуровневая эффективная система образования, которая позволяет нам быть одним из лидеров, по крайней мере, в Нижегородской области по системе образования. Немало приятных слов в свой адрес получили те педагоги, которые только начинают свой трудовой путь в различных учебных заведениях нашего города. Таких в этом году 16 человек. Также руководство Департамента образования отметило и те учреждения, которые достойно показали свои результаты в конкурсах, рейтингах на областном и всероссийском уровне. Это детские сады 4, 16, 42, школа-интернат 9, гимназия 2, лицея 3. Особо приятно, что лицеи вновь вошли в федеральные рейтинги ТОП лучшей школы России. На конференции много говорили о медалистах, уровне знаний по тем или иным предметам и об объективной оценке этих самых знаний. Важным моментом в этом вопросе стало изменение в условиях сдачи государственного экзамена по математике для учеников 9 классов. Впервые за несколько лет мы получили объективные результаты по математике и по другим предметам. Дело в том, что в этом году за последние 5 лет впервые не было выложено в сети интернет ни заданий, ни ответов к этим заданиям и прежде всего по математике. Немало времени было уделено вопросам обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья, изменения ситуации с очередями в первой классе в так называемых статусных школах и профилактике подростковых правонарушений. Изменений планов и перспектив развития в Саровской системе образования оказалось много. А это значит, что новый учебный год будет сложным, но интересным. Проверить домашнее задание, а где-то и помочь решить сложные уравнения, купить констовары и проследить, чтобы в портфеле лежали все нужные учебники. Вот малая часть того, что ложится на плечи мамы пап в учебном году. На прошедшем городском родительском собрании чествовали председателей и активных участников родительских комитетов школ и детских садов города. В системе царовского образования мы с вами создаем будущее наших городов. Это именно то, ради чего стоит тратить свои силы. В преддверии Дня знаний полезно вспомнить то, чем запомнился школьникам, воспитанникам детских садов и их родителям год прошедший. Победы в конкурсах и рейтингах образовательных организаций, достижения учеников, успешная исследовательская и проектная деятельность. В прошлом учебном году саровские школьники становились призерами и дипломантами 50 образовательных форумов. Наши достижения, конечно, это наша гордость, наши ребята, наша гордость. И здесь, конечно, собрались родители, которые могут по праву гордиться своими детьми и знают, что у них, слава богу, счастливое и хорошее будущее. Пять призовых мест на Всероссийской Олимпиаде школьников и 14 стабальников по итогам единого государственного экзамена. Такие результаты невозможны без внедрения современных технологий и новых проектов. В одном из таких в новом учебном году примет участие школа номер 13. Проект «Бережливая школа», который направлен на реализацию проекта производственной системы «Росатома» в образовательную организацию. В новом учебном году в список школьных предметов войдет астрономия. Вопросы по этой дисциплине будут включены в единый государственный экзамен по физике. Школьники смогут сдать пробный ЕГЭ по информатике на компьютерах. А ученики седьмых-восьмых классов напишут всероссийские проверочные работы. Изменятся в новом году и правила награждения медалями. В последние дни летних каникул в православной гимназии было непривычно многолюдно. Поводом стало освещение столовой, которую за время каникул значительно расширили и подготовили к новому учебному году. До реконструкции в трапезной могла уместиться лишь третья часть воспитанников. Теперь у руководства гимназии нет необходимости составлять график завтраков и обедов и кормить детей в несколько смен. Новое просторное помещение способно принять до двухсот учеников. Сегодня мы с вами получаем прекрасное сооружение, которое послужит для достойного существования обрывательного процесса здесь, в гимназии. В чине освещения трапезной приняли участие представители духовенства, первые лица города, педагоги и ученики гимназии. Митрополит Георгий благословил ребят на начало учебного года. Буквально через несколько дней в новой трапезной расставят столы и будет вкусно пахнуть приготовленными завтраками и обедами. Воспитанникам желаем помощи Божией в начале нового учебного года, чтобы вы могли себя утешать и радовать, радовать своих учителей и родителей. Жизнь радости и утешения. После освещения трапезной архиерей поблагодарил всех, кто внес свой вклад в скорейшее завершение строительства и вручил им образы спасителя и Богородицы. С самого юного возраста родители должны объяснять ребенку, кто свой, а кто чужой. И что никуда нельзя уходить с человеком, если он не член семьи. Чаще всего дети представляют, что похититель – это грязный и грубый мужчина. Но внешность бывает обманчива. Он или даже она могут быть улыбчивыми и добродушными, пригласить в гости за конфетами или попросить о помощи бездомному котенку. Взрослый просит ребенка о помощи. Вот тоже объяснить, что взрослый никогда ребенка, ну нормальный взрослый, никогда ребенка о помощи просить не будет. То есть это уже что-то неправильное. Прямо так, как говорится, это неправильное. Ты должен уже насторожиться здесь. Не менее важно научить детей не паниковать. Если незнакомец пытается увести ребенка против воли, ни в коем случае нельзя молчать. Нужно попытаться убежать, привлекая внимание прохожих громкими криками. А чтобы ребенок лучше запомнил, как себя вести, проиграйте дома эту ситуацию вместе с ним. Давай я буду плохим дядей или плохой тетей. Ну не важно там, да. Давай я тебя буду тащить, как ты будешь кричать. Потом можно поменяться. Давай ты будешь плохим дядей или девочкой плохой тетей, да. А я буду маленьким, и ты будешь меня тащить, а я буду сопротивляться, кричать, и чтобы все слышали громко. Но бывает и так, что дети уходят из дома добровольно. Это может произойти и в любой семье. Там, где родители не спускают с ребенка глаз, и там, где до него никому нет дела. Дети сбегают по разным причинам, но, как правило, делают это в подростковом возрасте, когда за внешней взрослостью, бравадой и агрессивностью скрывается ранимый и беззащитный ребенок, которого не понимают родители. Обостряется очень чувствительностью детей. И любое замечание, любое, допустим, какое-то, может быть, неосторожное слово родителей, сказанное на эмоциях, в сердцах, как-то ребенком может восприниматься очень болезненно. Честность, доверие и уважение – это то, на чем должны строиться отношения детей и родителей. Ребенку важно знать, что какой бы страшной или безвыходной ни казалась ситуация, мама и папа всегда придут ему на помощь. До первого сентября остались буквально считанные дни. Школьники вместе с родителями занимаются активной подготовкой портфелей, покупают букет у любимых учителям и готовятся во всеоружии вступить в новый учебный год. Ну а для кого-то конец августа, и самая жаркая пора перед днем знаний оказалась неприятным сюрпризом. После окончания девятого класса в общеобразовательной школе Анастасии вместе со своим сыном решили, что продолжить обучение стоит в первом интернате. Получив аттестат и приложив к нему необходимые справки, семья отправилась подавать документы в военно-патриотический класс школы-интерната номер один. Нам ответили, в этом году будет два класса открываться, но в итоге не получается. Открыли только один класс и узнали мы до первого сентября за три дня. Подавая документы в интернат, Анастасия была уверена, что в этом году комплектуются два класса. Поэтому мама с сыном спокойно готовились к занятиям и ждали первого сентября в стенах новой школы. Мне позвонили вчера в четвертом часу вечера и сказали, приходите забирайте документы, ваш ребенок не зачислен. Позвонил секретарь школы в интернат номер один. Оказалось, что на 25 мест было подано 35 заявлений. По муниципальному заданию в интернате в этом учебном году должен открыться только один десятый класс, набор в который происходит в соответствии со сроками подачи документов. У меня просто ребенок настроен пойти в эту школу. А там, где он учился, он у меня уже просто чисто не пойдет. В канцелярии интерната документы от Анастасии зарегистрированы лишь 15 августа. Именно поэтому ее заявление рассматривалось одним из последних. В той же ситуации оказались еще несколько школьников. Их родителям был предложен единственный вариант – пойти в 10 класс в свою прежнюю школу. Тем более, что места для ребят там остались. Саров продолжает стремительно застраиваться. В эксплуатацию вводятся новые жилые многоквартирные дома, и люди, их заселяющие на сегодняшний день, не особо вспоминают о такой статье в ежемесячной платежке, как капитальный ремонт. Для жителей старой части города этот вопрос в последнее время встает очень остро. Вот только суммы на капремонт, отправленные региональным оператором из Сарова, вернувшиеся в наш город, различаются в десятки раз. Город Саров отдает фонд капитального ремонта гораздо больше, чем получает оттуда. И дело не в том, что мы не участвуем в данной работе. Работа проходит постоянно. Но мы действительно отдали уже около 250, по-моему, миллионов рублей, обратно забрали на капитальный ремонт в районе 20-30 миллионов. В прошлом году из-за капитального ремонта теплосетей два дома остались без горячей воды в батареях в начале отопительного сезона. Истоки этих сложностей с капремонтом лежат именно в закрытости нашего города. Въезд для подрядных организаций делать долго и сложно. Из-за этого срываются сроки поставок материалов для ремонта и выполнения работ. Во время визита в РИО губернатора Глеба Никитина в наш город на это обратили особое внимание. Глеб Сергеевич попросил местной власти рассмотреть вопрос о создании на территории Зато своего собственного регионального оператора или как минимум представительства уже существующего на территории Нижегородской области. Создание здесь в городе представительства, рекуператора здесь на территории города Сарова, вот это и есть тема, которую планируем мы и сегодня обсуждали на рабочей группе и дальше планируем обсуждать вместе с правительством Нижегородской области. Основная задача здесь на территории города Сарова, чтобы было представительство или человек, или два человека, которые занимались бы взаимодействием между оператором Нижегородским и теми подрядчиками, которые есть на территории города Сарова. Если в нашем городе появится такое представительство, проводить ремонт в домах саровчан начнут быстрее и эффективнее. И можно будет надеяться, что те деньги, которые собираются с жителей города, будут тратиться на капремонт на территории нашего ЗАТО. Тетради, ручки, линейки и другие школьные принадлежности в этом году получили более 500 школьников. Среди них ученики средних и старших классов, а также те, кто в этом году впервые пойдут на школьную линейку. Первоклассница Настя Букова получила ценный и полезный подарок ко Дню знаний – портфель со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Также Настя познакомилась с новыми друзьями и приняла участие в интерактивной программе. Я сегодня изучаю, что можно сделать, что нельзя делать. Ведь узнавать что-то новое так весело. Пойти в первый класс в этом году предстоит и Кириллу Леоновичу подготовить ребенка в школу в наши дни, собрать портфель, купить констовары и красивую форму под силу далеко не каждой семье. Именно поэтому мама с сыном, не раздумывая, решили принять участие в акции. Первый год, первый класс, и нас пригласили. Спасибо за подарки. Спасибо, что вообще люди помогают, потому что очень сложно собрать ребенка в школу. Пусть наши дети учатся жить в мире, где мы помогаем друг другу, и мы таким образом соединимся. Таков девиз ежегодной благотворительной акции, посвященной первому сентября. Она стартовала 11 лет назад силами волонтеров Центра «Радость моя» совместно с православным творческим объединением «Мир». Начинали эту акцию делать для выпускников социального детского сада. Тогда вручались примерно где-то 20-25 портфелей. А потом акция разрослась, и она пошла на весь город. На школьников, которые от 1 до 11 класса. Плюс даже первые курсы ПТУ, которые у нас ребята из многодетных семей учатся, мы тоже не отказываем помощи констоварами. Волонтеры Центра «Радость моя» в течение года проводят акции помощи многодетным и неполным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим незащищенным категориям граждан. Для всех, кто хочет оказать посильную помощь, в Сарове по адресу Пушкина 24А работает гуманитарный склад. Школа «Русатома» – атомный воркаут славосозидателям Атомиада. Все эти названия давно на слуху у саровчан. Эти проекты были запущены в городах присутствия госкорпорации «Русатом» несколько лет назад с целью объединить, сплотить и дать возможность творчески развиваться жителям закрытых городов страны. Особую роль в списке социально значимых занимают культурные проекты. А еще проект «Нуклеокидз», в ходе которого мальчишкам и девчонкам из Сарова представилась уникальная возможность не просто познакомиться со своими талантливыми сверстниками из других городов, они поучаствовали в постановке мюзикла, а Юлия Бурова даже исполнила в нем главную женскую роль. Не менее важным культурным проектом стали 10 песен атомных городов, в котором уже закончился первый отборочный этап. Второй этап наступил этой программы. К нам в город должна приехать целая группа, которая будет записывать наших музыкантов и певцов. Будет это где-то в сентябре месяце. Мы сейчас решаем вопрос о въезде этой группы. Проекты госкорпорации прочно вошли в нашу жизнь и без сомнений делают ее интереснее. И чтобы жители Сарова могли и дальше участвовать в них, на сайте «Росатом» вместе запустили голосование за самые значимые проекты, которые реализуются в городах присутствия госкорпорации. Я буду всех призывать голосовать за наши проекты и, естественно, за территорию культуры «Росатома», потому что если мы сможем выиграть, то получим некие средства на дальнейшее развитие социально значимых проектов. Для нас это очень важно. Отдать свой голос можно на сайте «Росатом» вместе в разделе «Голосование». Саров сегодня находится на втором месте и для победы важен каждый голос. Вместе у нас все получится. В канун Дня Знаний во всех храмах нашего города проходят молебны к новому учебному году. Ученики общеобразовательных школ, воспитанники православной гимназии, студенты, учителя и педагогия. Для всех православных саровчан участие в службе перед первым сентября имеет огромное значение. Такие молебны нужны, они помогают собраться после лета, после отдыха, сразу как-то дисциплинировать себя. Чтобы все святые помогали детям в учебном процессе, чтобы все были умными. Это как благословение на весь следующий год. То есть все дети собираются вместе и священник дает общее благословение. Как бы молятся о даровании и хорошего учения. Каждый год семья Ваньковых приходит в храм в полном составе. Родители и двое сыновей надеются, что молебен перед началом школьных занятий может помочь в учебе и укрепить здоровье. Самый младший член семьи Ваньковых, 9-летний Егор, несмотря на свой юный возраст, к участию в богослужении подошел ответственно и серьезно. Попросите Бога силы, чтобы хорошо учиться, чтобы было чуть получше в душе. Я считаю, что дети должны набраться положительной энергии, эмоций в храме, чтобы это им было облегчение в течение учебного года, чтобы они чувствовали, скажем так, помощь Бога в своих учениях, в своих стараниях. Божественную литургию и молебен на начало учебного года в храме Царственных Срастотерцев совершил благочинный Саровского округа отец Александр Долбунов. Он поздравил всех присутствующих ребят с началом учебного года и благословил их на новые свершения и открытия в мире знаний. Все три дня фестиваля обещают быть яркими и насыщенными. Уже 31 августа пройдут сразу две тематические программы, а после торжественного открытия фестиваля все участники отправятся на мастер-класс для специалистов культурно-досуговых учреждений. Показать свои таланты в сфере проведения развлекательных программ в наш город приедут делегации из восьми закрытых городов. Снежинска, Лесного, Трехгорного, Заречного, Десногорска и других. В первую очередь к нам приезжает прародитель этого фестиваля, это город Снежинск. Также к нам приедет обладатель первого места первого отраслевого фестиваля, это город Сосновый Бор. Ну, естественно, и мы будем участвовать в этом фестивале как обладатели гран-при первого отраслевого фестиваля. На фестивале «Зато всем весело» в Саровчане представят три программы от Центра культуры и досуга в НИЭФ и специалистов Центра развития культуры и искусства. В дни празднования юбилея парка организаторы подготовили для горожан множество сюрпризов. 31 августа и 2 сентября при покупке двух билетов на аттракцион и третий в подарок. А в День знаний гостей парка ждет акция «Безлимит». Также в юбилейный день 1 сентября наших горожан и гостей парка ждет программа «Вечерний парк». Это большая программа, трехчасовая. Начнется она в 19.00. У нас в гостях будут артисты оригинального жанра. Это и шоу мыльных пузырей на аллеях, это будут фокусники, жонглеры, мимы, живые статуи. Еще одним сюрпризом станет песочная анимация под открытым небом, а для любителей караоке организаторы подготовят площадку, где все желающие смогут исполнить песни о дне рождения. В завершение вечера саровчанам покажут огненное шоу. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Принимать участие в тематических сменах и становиться победителем конкурсного отбора для Дарьи Копкиной – привычное дело. Старшеклассница ранее уже принимала участие в подобных испытаниях и занимала на них призовые места. Путевку в детский лагерь «Артек» Дарья получила за креативное интервью с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Поехала я со своим оператором Кириллом Новикевичем. Собственно, когда мы туда приехали, нас всех детей от «Росатома» повезли в один отряд. И у нас были профильные занятия. Мы занимались журналистикой также. У нас были представители от «Атом ТВ». В лагере «Дарья» посещала мастер-классы по журналистике, принимала активное участие в жизни отряда и была выдвинута на должность президента лагеря «Артек». Даша успешно прошла два этапа предвыборных гонок, проявив способность брать на себя ответственность в решении важных вопросов. Было голосование, каждый о себе рассказал, и выбрали, собственно, меня. И вот более 500 человек было за моей спиной. За каждым надо было там, что увижу, что нет. Надо было следить, все видеть, помогать вожатым. И вот все в таком духе. Детский оздоровительный лагерь «Артек» помог Дарье определиться с дальнейшей профессией. По окончанию школы девушка решила, что точно будет поступать на факультет журналистики. Даша уже выбрала подходящий вуз и начала готовиться к экзаменам. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Фамилия автора в углу каждой картины. Написанная зеркально, фирменный стиль и метка Михаила Полякова. Более пяти десятков картин этого автора можно увидеть в выставочных залах художественной галереи. Художник, который запоминается с первой же встречи, с первого взгляда на его картины. Потому что такое позитивное отношение к жизни, которое есть у Михаила, ему можно только позавидовать. Картины выставки под названием «На горах и на холмах» можно разделить на два направления. Первое – это виды Нижнего Новгорода, съезды и развязки верхней части областного центра. Вид на стрелку в разные годы, дома, машины, трамваи. Второе крупное направление – это виды российской глубинки. Села, деревни, быты нравоуездных городов Владимирской, Нижегородской и других областей. Глядя на его красочную палитру, удивляешься, насколько художник может создать из обычного набора красок миллион просто цветов. Выставка работ Михаила Полякова только начала свою работу. Посмотреть экспозицию можно будет в течение сентября и октября этого года. В художественной галерее всех будут рады видеть в будни, в два часа дня и в шесть вечера и по выходным, согласно расписанию. А вот вторую и четвертую пятницу каждого месяца у школьников и пенсионеров есть возможность посетить художественную галерею абсолютно бесплатно. И это отличная возможность духовно обогатиться. Кирилл Осенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Звонкий детский смех и искренний возглас и восхищение наполнили маленький зал, когда по воздуху поплыли мыльные пузыри самых разных размеров. И так сложно детям было совладать с собой, чтобы тут же не вскочить, не начать и хлопать. Настоящий праздник для ребятишек из теплого дома организовали активисты правкома завода «Авангард». Активисты молодежной комиссии не просто приносят детям необходимые учебные принадлежности, а организуют для них перед школой небольшую интерактивную программу с конкурсами, викторинами и сюрпризами. В этот раз детьми играл и танцевал сказочный герой из любимого мультфильма «Лунтик». Все-таки 1 сентября – это символично. Детки идут в школу, и хочется, чтобы у каждого оставался этот день как праздник. И мы им дарим такой праздник. В последние дни летних каникул мальчишки и девчонки были особенно рады этому маленькому празднику. Дети вместе с гостями прыгали, пели и громко хлопали в ладоши. Хором отгадывали загадки и помогали своим товарищам найти правильный ответ в познавательном конкурсе. А впереди их ждали подарки. Мы приобрели необходимые для теплого дома – это бытовая химия, средства гигиены. И из этой суммы мы рассчитали деткам на канцелярские товары. Для воспитанников теплого дома такие благотворительные акции – это пример того, что помогать и радовать ближних просто. Елена Грецкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Мечи и стальные шлемы средневековых воинов весом в несколько килограммов. Все это стало частью жизни Александра Киселева. Полгода назад он пришел просто посмотреть на тренировки по фехтованию и остался заниматься. Юноша мечтал взять в руки тяжелый меч и ловко отражать удары в бою. Хотя на тренировках используют современные средства защиты, молодой человек признается, что двигаться в них достаточно сложно. Но что не сделаешь ради любимого увлечения. Всегда увлекался историей, всегда было интересно, каково же было людям вот тогда, во время рыцарства. Теперь Александр в полной мере понял, что рыцарям было нелегко. Хотя современная защита в разы легче, а в кроссовках гораздо удобнее передвигаться, не всегда получается увернуться от ударов более опытных соперников. За две минуты спарринга нужно проявить силу воли и продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Сильно способствует развитию координатных движений, ловкости, силы. Ну, в общем-то, сила воли тоже качается. Невзирая на защитное сооружение, это иногда бывает больно. Секция исторического фехтования существует в нашем городе уже около 15 лет. Ребята начинали тренироваться на деревянных мячах, которые сами делали из лыжа хоккейных клюшек. Сейчас у них в арсенале вполне профессиональное оружие, тоже сделанное своими руками. За один учебный год мальчишек не только научат основам фехтования, но и восполнят пробелы в знаниях исторических событий, изучат особенности одежды воинов эпохи Средневековья. Мы приглашаем сюда подростков возраста с 14 лет примерно, то есть тех, кто уже в состоянии нести за себя некоторую обязанность, кто уже вышел, что называется, из нежного возраста, кто готов раздавать и получать удары. Конечно, юный фехтовальщик должен быть здоров, так как прежде всего это спорт. И как в любой спортивной дисциплине, ребята участвуют в соревнованиях регионального и российского уровня, чтобы достойно представить свое объединение и родной город, а молодые люди часами оттачивают мастерство и ловкость нанесения ударов. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Приобрести свой собственный земельный участок Алена Абахтимова решила год назад, чтобы больше свободного времени проводить на свежем воздухе. Несомненная польза, по мнению садовода, еще и в том, что здесь всегда можно отдохнуть от бытовых забот и с головой окунуться в общение с природой. Для меня это релакс. Я приезжаю на свежий воздух и дышу воздухом. И то, что вот там полить, порыхлить, для меня это не труд. Я, наоборот, отдыхаю. Работаю я очень по многу, поэтому для меня вот это просто снимает стресс, можно сказать. Помидоры, огурцы, перцы, виноград и многое другое. Алена занялась садоводством всего год назад, но она уже знает множество секретов посадки, выращивания и ухода за будущим урожаем. Для того, чтобы любимые растения радовали сочными и спелыми плодами, Алена проводит на своем участке все свободное время. И ее труды не пропадают зря. В этом году столько яблок. Вот над нами вот эти яблоньки, которые мы в том году оставили для красоты. Но в этом году, конечно, они столько дали яблок, что я, знаете, стараюсь всем раздать. Тяжеловато вот так с таким урожаем. Для первого года мы неопытные еще садоводы. Урожай превзошел все ожидания, но самая большая гордость садовода – это цветы. На участке у Алены можно увидеть более 12 сортов растений. Это розы, георгины, классические метельчатые гортензии, петунии и многие другие. За каждым цветком Алена трепетно ухаживает, потому что каждое растение требует особого внимания. Очень мне нравятся цветы, и поэтому для меня грядки – это что-то такое второстепенное, где-то на заднем плане грядки, а на первом месте – это цветочки, конечно. И у меня цель была сделать красивый участок. Еще не закончился дачный сезон, а Алена с супругом уже строят планы на следующий год. Сегодня они достраивают дачный дом, планируют облагородить весь участок цветами, построить баню и поставить в середине участка Большой бассейн. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Немецкий мотоцикл «Дюндапки» С-750 принимал участие в Великой Отечественной войне в составе немецкой армии, и поэтому транспорт стал большой редкостью для российских музеев. За 70 лет реконструкторами была проделана большая работа по восстановлению мотоцикла и поиска запчастей к нему. Мотоцикл реставрировался почти три года. Это одна из жемчужин немецкого мотостроения. Их было выпущено всего 1500 штук, 1400 с чем-то на войну. В 1944 году они их уже не выпускались, то есть до 1944 года они выпускались. И понятно, что одна из 1400 сохранившихся вещей, она сейчас находится в нашей коллекции. Модель «Дюндапки» С-750 выпускалась исключительно для нужд вооруженных сил нацистской Германии. После победы Красной Армии в Великой Отечественной войне мотоцикл превратился в мирное транспортное средство и находился в частном использовании. Вместе с коляской его масса составляет более 420 килограммов. Мотоцикл зарекомендовал себя как очень надежное транспортное средство, легкое в управлении. Этот мотоцикл, кстати, он полноприводный, с приводом на коляску. Вообще вещи интересные, уникальные. У нас были такие экземпляры, тоже в России делали, в Советском Союзе, в Днепре с приводом на коляску. Очень интересная техника. То есть он еще и может за собой прицеп тянуть, даже пушку может тянуть. В музее автомототехники хранится более 40 видов мотоциклов. Самому старшему из них 80, а младшему около 40 лет. Среди экспонатов – спортивные, военные, кроссовые, мини-мотоциклы и другие. Также в музее можно увидеть большое количество ретро-автомобилей, которые принимают участие во всероссийских показах и занимают призовые места. А совсем недавно участников исторического общества «1945» пригласили принять участие в съемках военного фильма с мотоциклом «Зюндап» КС-750. Выпускник клуба здоровья Центра внешкольной работы Даниил Аврамкин помогает своим педагогам в проведении спортивного праздника для ребят. Расставить реквизит, показать участникам, как проходить этапы и подбодрить юных спортсменов. Будучи студентом пятого курса института, Даниил не упускает возможности вернуться в стены родного клуба по месту жительства. Если есть возможность, я с радостью приду сюда, помогу и сам поиграю тоже. Мне просто весело, мне нравится работать с детьми, они веселые. В большой спортивной игре приняли участие воспитанники клуба «Вздоровье и восход», а также ребята, свободно посещающие дворовые площадки города. Организаторы подготовили увлекательную и непростую полосу препятствий, результат прохождения которой зависел от каждого участника. Это много друзей, это сплочение команд, изучение чего-нибудь нового, новых игр, новых эмоций. Мне кажется, каждому ребенку интересно узнать, познакомиться с кем-то и пообщаться с более взрослыми людьми, может какой-то опыт получить от них. Команда «Радужное лето» представляла на соревнованиях клуб «Здоровье». По результатам прохождения полосы препятствий, ребята в зеленых майках оказались лучшими из лучших. Это позволяет закалке организма, повышает выносливость, позволяет еще научиться лучшему общению с людьми. Все участники большой игры получили сладкие призы, а лучшие игроки и команды – памятные дипломы. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.